Думаю, все мы любим приятные сюрпризы. Нам нравится случайно находить те или иные вещи или же получать в свое владение различные предметы. Наткнувшись на какую-либо вещь, мы зачастую сразу же можем сказать, представляет ли она какую-нибудь ценность или же она является бесполезной безделушкой. Однако это работает не всегда. Иногда, даже зная об уникальности того или иного предмета, мы можем не подозревать о его стоимости или ценности. Примером этому может послужить история Дэвида Мазурика из Мичигана, который на протяжении долгих лет подпирал свою входную дверь необычным камнем, даже не зная о том, сколько он может стоить. С вами СмартПицца и в этом выпуске мы расскажем вам интересную историю Дэвида, развязка которой вас обязательно впечатлит. Погнали! Иногда удача оказывается на нашей стороне, особенно когда мы меньше всего этого ожидаем. Порой мы что-то ищем и в итоге получаем даже больше, чем хотели. И для этого зачастую нужно оказаться в нужном месте в нужное время. Тем не менее, иногда происходит практически обратная ситуация, и мы бродим вокруг да около и не видим очевидных знаков судьбы. Пожалуй, эти высказывания можно применить к главному герою нашего выпуска, Дэвиду Мазурику из Мичигана. В 1988 году он находился в поисках собственности и в итоге остановился на одной ферме, которую вскоре купил. Вместе с фермой он получил странный камень, который лежал в сарае. Человек, помогавший Мазурику с покупкой фермы, сказал, что это всего лишь обычный камень, который уже долгое время валялся без дела на территории собственности. Однако Мазурик решил разобраться в вопросе более детально и вскоре выяснил, что камень был совсем необычным. Оказалось, что это был кусок настоящего метеорита весом в 10 килограмм, который упал на задний двор фермы еще в далеких 1930-х годах. Предыдущий владелец фермы об этом знал, однако просто решил оставить этот метеорит себе, не передавая его ученым. Мазурик же нашел оригинальное применение валявшемуся без дела метеориту и решил использовать его в качестве подпорки для двери. Несмотря на то, что Дэвид Мазурик знал о том, что в его распоряжении имеется метеорит, поначалу он не стал относить его к ученым, а вместо этого подпирал им входную дверь на протяжении последующих 30 лет. Впрочем, тут стоит оговориться и сказать, что фермер не был уверен в истории на 100%, и в его голову все равно закрадывались сомнения касательно истинного происхождения камня. Лишь в 2018 году, увидев по телевизору репортаж о метеоритах стоимостью в несколько тысяч долларов, Мазурик решил узнать, сколько стоит находящийся в его распоряжении необычный камень. Вдобавок, фермер все еще сомневался, действительно ли это был настоящий метеорит, или же просто большой камень нестандартной формы. Так или иначе, он связался со своим другом из Центрального Мичиганского университета, а тот, в свою очередь, помог ему организовать встречу с экспертами из этого учреждения. Мазурик прибыл в университет со своим камнем, и как только ученые принялись его изучать, то тут же поняли, что имеет дело с чем-то необычным. По результатам длительного исследования, которое включало в себя изучение с помощью мощного рентгена, эксперты заявили Мазурику, что он принес им камень, состоящий на 88% из железа и на 12% из никеля. Они сказали, что камень действительно был отколовшимся кусочком метеорита, который преодолел огромный путь до Земли через космос и приземлился в Мичигане в 30-х годах прошлого века. Эксперты также добавили, что камень Мазурика стал шестым по величине куском метеорита, который когда-либо был обнаружен на территории Мичигана. Эти сведения дали основания полагать, что метеорит Мазурика может быть выгодно продан на одном из местных аукционов. По словам экспертов, изучение подобных метеоритов позволяет многое узнать об истории ранней вселенной, из-за чего они так высоко ценятся. Фактически, у Мазурика было два варианта – либо пожертвовать метеорит в музей, либо продать его на аукционе с целью получения выручки. Кто бы мог подумать, но Мазурик выбрал второй вариант. В итоге фермер продал метеорит, которым 30 лет подпирал свою дверь, на аукционе. Выручка составила 100 тысяч долларов. Стоит сказать, что Мазурик поступил благородно и не стал забирать себе всю сумму. Вместо этого он пожертвовал 10% от прибыли университету в качестве благодарности за оказанную помощь, а также в качестве своеобразной дотации на будущее геологические исследования. Сами ученые не были разочарованы таким исходом. Напротив, они заявили, что пожертвования были необязательны, поскольку сама возможность изучения этого метеорита была для них бесценным опытом. Метеорит Мазурика, пролежавший 30 лет в качестве дверной подпорки – это далеко не единственная уникальная и неожиданная находка. Люди регулярно натыкаются на самые разные ценные, редкие или же просто необычные вещи во всех уголках мира. Поэтому материала в этой сфере предостаточно. В связи с этим мы решили продолжить сегодняшнюю тему и в качестве бонусной части подготовили для вас рассказ о других интересных и уникальных находках, которые были случайно обнаружены в самых неожиданных местах земли. Что ж, погнали! Бункер Если у вас есть дача или загородный дом, то, вероятно, вам стоит как следует изучить свой задний двор. Ведь, как показывает практика, то там можно найти самые невероятные объекты. Примером может послужить история жителя английского города Миддлсбро Криса Скотта. В 2018 году он проводил работы на заднем дворе своего дома. Во время работы он обнаружил некую дренажную крышку. Открыв ее вместе со своим соседом, Крис обнаружил под ней вход в бомбоубежище времен Второй мировой войны. Бункер был выполнен из бетона и имел две комнаты и аварийный выход. Внутри было много электрических приборов и разных выключателей. Также в одной из комнат стоял большой стол, покрытый налетом. По словам Криса, данный бункер рассчитан примерно на 100 человек. Примечательно, что ранее соседи говорили ему, что где-то поблизости должен быть заброшенный бункер. Но Крис не придавал их словам особого значения. Теперь британец собирается переоснастить бункер и использовать его в качестве винного погреба. Панцирь древнего животного Землевладелец с участком близ Буэнос-Айреса даже представить себе не мог, какие сокровища таит в себе его земля. Во время прогулки по своей ферме Хосе Антонио Ньевас обнаружил в земле возле ручья часть неопознанного объекта. Находка напоминала ему скорлупу яйца некого динозавра. Фермер не оставил находку как есть, а решил ее выкопать. В итоге он раскопал громоздкий объект длиной в один метр. Хосе пригласил на ферму палеонтологов, которые проанализировали артефакт и заключили, что он представляет собой панцирь глиптодантина, доисторического предка современных броненосцев. По словам ученых, эти животные вымерли тысячи лет назад, однако следы их существования до сих пор находят в Южной Америке, там где они и проживали. Весившие до тонны глиптодантины были защищены шарообразным крепким панцирем, который является их отличительной внешней чертой. Что касается панциря, найденного фермером, то эта находка по оценке ученых довольно молода и насчитывает всего 10 тысяч лет. Стоит сказать, что костная структура панциря хорошо сохранилась, учитывая большое количество времени, прошедшее с момента кончины животного. Данная находка показывает, насколько удивительна и загадочна наша природа, ведь она таит в себе множество загадок нашего прошлого, которые представляют собой особую историческую ценность. Картина Микеланджело Пожалуй, это одна из самых невероятных и крутых случайных находок за всю историю человечества. Оригинальная картина одного из величайших художников всех времен, Микеланджело Буонаротти, изображающая Деву Марию, оплакивающую Христа, пролежала 27 лет за диваном в одном из домов города Баффало, штат Нью-Йорк, США. Она принадлежала подполковнику ВВС США Мартину Коберу, который всегда считал ее подделкой. В 2003 году Кобер решил установить авторство картины и написал письмо итальянскому искусствоведу и реставратору картин по имени Антонио Фарчеллино. После того, как Фарчеллино посетил дом офицера и взглянул на картину, то, по собственному признанию, потерял дар речи. По его словам, картина оказалась совершеннее, чем те, что висят в Риме и Флоренции. Фарчеллино установил, что полотно действительно принадлежит кисти Микеланджело. Инфракрасный анализ рисунка показал, что замысел художника менялся по ходу работы над картиной, а также выявил неоконченный фрагмент возле правого колена Девы Марии. По словам искусствоведа, незавершенность картины лишь подтверждает подлинность авторства Микеланджело. Фарчеллино выявил, что картина была написана в 1545 году и попала в Штаты в конце 19 века. Стоимость полотна оценили в невероятные 300 миллионов долларов. Раритетные машины Если у вас есть пожилые родственники, а у них в свою очередь есть в собственности гараж, которым они давно не пользуются, то не поленитесь и загляните внутрь, ведь кто знает, что вы там сможете найти. Может, ваши родственники в молодости коллекционировали раритетные дорогие машины, но просто никому об этом не говорили? Не верите, что такое возможно? Что ж, следующая история вас переубедит. В 2018 году один парень случайно обнаружил в гараже своей бабушки итальянский суперкар Lamborghini Countach, выпущенный еще в 1981 году. Всего был выпущен 321 экземпляр, стоимость каждого из которых составляет 400-500 тысяч долларов. Прекраснейшая находка, но и это еще не все. Рядом с Ламбо стоял раритетный Феррари 308. Оказалось, что первым владельцем Lamborghini был дедушка того парня. В 80-е он купил спорткары, рассчитывая открыть собственный бизнес по реализации эксклюзивных автомобилей, но ему не удалось это сделать из-за высоких страховых взносов. По этой причине машины так и остались стоять в гараже нетронутыми. Сообщается, что найденные по счастливой случайности автомобили прекрасно сохранились, и после небольшой реставрации они снова смогут покорять дороги. На этом все! Надеюсь, этот выпуск был для вас полезен. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и врубить колокольчик, чтобы не пропустить наши ядерные выпуски. Также советуем вам посмотреть другие ролики на нашем канале. Спасибо вам большое за просмотр!